Биткоин прямо сейчас рисует очень похожую картину, как рисовал уже в начале 2019 года, когда мы находились на дне медвежьего рынка, ребята. Последует ли за этим пробой наверх и новый бычий рынок куда-нибудь к сотням тысяч долларов? И зачем стоит наблюдать на индикаторах, чтобы убедиться в том, что действительно мы начинаем новую фазу роста? Локально я могу сказать, что у нас очень сильное накопление в этой зоне 20 тысяч долларов. Видите, у нас огромная плита на 19500, от которой мы отскакиваем постоянно, как мячик из-под воды. И похоже, что мы готовы к серьезному движению наверх. Что мы видим, собственно, с вами уже по многим альткоинам? Эфир Классик вырос за сегодня на 30%. Рейвен Коин за пару дней вырос на 40%. Биткоин Кэш поднялся за неделю на 15%. Какие следующие альткоины на очереди и как зарабатывать на этой волатильности, я расскажу вам в сегодняшнем обзоре, ребята. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И мы начинаем. Вот так вот, ребят, как вы поняли, я тестирую новый формат YouTube Shorts. По рынку у нас с вами Longs, по YouTube идет Shorts. Ну, надо быть в тренде, поскольку сейчас очень много ленивцев, которые смотрят чисто на мобилки. Instagram Style, серфуют, пальцем смахивают и дальше не идут. Короче, буду делать Shorts. Посмотрим, как это даст памп нашему каналу. Ну, а мы начинаем. Собственно, что я там размалевал, как вы уже поняли, это фрактал из 2019-2020 года. Естественно, не факт, что мы по нему пойдем. Может все быть и по-другому, надо это понимать. Например, может все быть как в 2016-2017 году, более плавный, спокойный бычий рынок. Или может быть вообще все как-то иначе, потому что, собственно, история не повторяется, но она рифмуется. Но в любом случае, я думаю, что дураку понятно, что растущие рынки идут наверх. И не потому, что биткоин такой хороший, а потому что доллар – это мусор. Вот и все. То есть в долгую мы смотрим с вами на график биткоина и понимаем, что надо смотреть-то на самом деле его в перевернутом виде. Вот он график доллара. Вот он график USDT. Вот он график ваших стейбл, в кавычках, коинов. И да, сейчас мы в моменте видим небольшой отскок дохлой кошки по доллару, биткоину. Но мы все понимаем с вами, что он стремится к нулю, доллар, а биткоин стремится в бесконечность. Ну так вот. Итак, как мы с вами уже обсуждали во многих видео, что на макроперспективе у нас очень хорошие знаки. Посмотрите на RSI, посмотрите на Market Cipher и сделайте выводы сами, куда это все пойдет. Но что мы видим в локальном разрезе? Как я уже сказал во вступлении, у нас очень сильная плита на 19500. Смотрите, ниже нас не пускают. Это не значит, что мы не сможем в моменте ее проколоть. Мы можем все еще сделать ложный закол и потом отпрыгнуть. Можем. Но у меня на балансе вероятности все-таки приоритет сейчас, что мы даже если это сделаем, то как бы все равно мы пойдем наверх. Поэтому я набираю лонговые позиции. Вижу очень бычье настроение в стаканах всех крупных бирж. Вот Binance, Bitfinex, Ockex, FTX, Huobi. Все-все-все здесь. И вижу, как стреляют альткоины, собственно, друзья. Давайте посмотрим на несколько альткоинов. В частности, ETH Classic, который улетел уже на 30%. И посмотрите, как он точно отбился здесь от поддержки. Не вернулся, правда, он вот в этот канал. Я ждал его все-таки чуть пониже для закупа. Но, как мы видим, он всех обманул и полетел сразу. И, собственно, мы то же самое сейчас видим и по Bitcoin Cash, что он тоже начал шевелиться. Да, мы как бы пока еще не видим такой сильной амплитуды на 4-х часовике. Но на 30-ти минутках там уже пошло хорошее движение. И смотрите, оно даже не сдувается. Вот, собственно, чего я сейчас и жду от Dash'а локально. Как бы долгосрочно, как инвестор, вы знаете все, что я в нем сижу и набираю. Но локально, опять же, по тренду я держу лонг сейчас на 1000 монет. В высоком плече, в 11-м, никому не рекомендую повторять. Так, потому что у меня цена ликвидации очень близко. Она у меня на дне канала, вот здесь. И, если что, я буду просто разгружать по ходу пьесы. Но, в целом, я жду, что мы идем сейчас наверх канала. Это уровень 60 долларов. И можно просто локально очень неплохо на этом прокатиться. Даже отметая все то, что глобально мы идем еще гораздо-гораздо выше. И, ну, это надо понимать. То есть там уже более среднесрочный трейд будет. Вот, по эфиру что мне нравится? Эфир пошел сегодня хорошо. Да и вообще все альткоины, я так смотрю, в зеленой зоне. Давно им пора. Разминаются. Но эфир именно прям вот задает импульс. Я думаю, что эфир идет прямо сейчас переписывать локальный хай в 2000 долларов. Возможно, мы там встретим какое-то сопротивление. Но я думаю, что ненадолго. И, скорее всего, мы улетим куда-нибудь на 2400, на 2500. Просто как ближайшее пить дать. Ну, для опоры вот у нас есть предыдущий канал, в котором эфир трендился достаточно долго. Трейдился. Трейдился. Это такой восходящий канал. Сейчас у него диапазон 2500-3700. Вот я думаю, что эфир мы увидим скоро в этом канале. Соответственно, было бы неплохо дотуда его долонговать. Как считаете? Битдау давно не смотрели. Тоже посмотрите, как он хорошо вернулся в этот клин. Ложно его пробивал наверх. Вниз так и не пробил. Битдау, я думаю, что если так отдалиться на макрокартину, тут тоже есть все шансы того, что это гигантская W. И мы сейчас летим куда-нибудь на полтора доллара. Вот в этот вот канал обратно. Вполне себе нормальная тема. Но я ланги по нему прикрыл. Думаю, что буду повторно открывать сейчас где-то на пробое вот этого уровня. Возможно, что буду повторно заходить. Потому что прибыль была хорошая, я решил ее забрать. Вот. Лайткоин вчера смотрели на стриме. Кто не видел, кстати, вчерашний стрим, обязательно посмотрите. Сейчас нарисуется у вас сверху. Тоже тут глобально эта картина очень супер-мега-быча к биткоину. И я думаю, что лайткоин сейчас просто вот так вот возвращается на трехзначные значения ракетой. Как и Dash, в принципе. Короче, ребята, мы на самом деле уже в альтезоне. Кто этого не понимает, будет это понимать позже и покупать дороже. Поэтому сейчас дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Но я бы на вашем месте, что я, собственно, и делаю, как видите. Я бегом бегу, все откупаю. И на спот на холодный откупаю всякие проекты. Аудио, Каста, Хедера и прочее, прочее. Очень много интересных проектов. Травала. Вот. Ну и старые монетки стопудовые, перепроданные. Биткоин кэш, тот же самый Dash. Как бы тут вопросов нет. Вообще простор огромный. Вот по биткоин кэшу, кстати, к слову, я не договорил про него. Вот. У нас ближайший уровень сопротивления это 150. А дальше, собственно, вот опять же у нас канал. В котором он трендился. Я думаю, что он туда вернется. Это уровень 300-430. На самом деле 300-500. Вот этот уровень. Я думаю, что вот такой план по биткоин кэшу нас ждет. Аудио, соответственно, тоже. Мне очень нравится эта монета. И она сейчас явно находится прямо на дне, на дне, на дне. На своем. Я думаю, что мы увидим по ней тоже ракету. Куда-нибудь вот к этим уровням. Хотя бы там в 78 центов. Вот такие какие-то у меня сегодня мысли. Напишите, какие мысли у вас, ребята. Торгуем на Bybit. Ссылка на биржу в описании. Обзор по этой бирже сейчас у вас появится вот здесь. Вот тоже обязательно посмотрите, если не умеете на ней торговать. Трон давайте напоследок еще глянем. Трон тоже мне нравится тем, что он особо еще даже не начал шевелиться, я имею в виду, локально. При том, что глобально он находится уже достаточно давно в бычьем тренде. Локально вот после этой коррекции похоже, что она завершена. Но тут как бы надо смотреть. По трону я думаю, что вот как минимум сейчас что-то такое мы увидим. А дальше надо смотреть. В целом я, конечно, жду пробой всей этой зоны и вот этой вот зоны. Я жду пробой трона куда-нибудь на 10 центов и выше. Вот, друзья, напишите, чего ждете вы. Какие у вас вообще взгляды на рынок. Ложный ли это отскок или мы реально идем на To The Moon. Я думаю, что мы идем на To The Moon, потому что все индикаторы на это указывают. Здравый смысл на это указывает. Ну и как минимум по биткоину вот к сетке EMA Ribbon на двухнедельке. Это уровень 32 тысячи долларов. Я думаю, что мы туда сейчас отстрелим. Просто как пить дать. Вот на прошлом таком же развороте сетки смотрите, что было. Все, все ссылочки в описании. Всем профитролей, хорошего дня и до встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok